Здравствуйте! На этот час в Казахстане зарегистрировано 35 случаев коронавируса. Мы работаем в прямом эфире и хотим узнать, какая же обстановка сложилась в Алматинской области. У нас в гостях заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Асхат Чарапиев. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какая обстановка на сегодня в Алматинской области по коронавирусу? В Алматинской области положительных коронавирусов нет на данный момент. Есть контактные люди, которые были с выявленными положительными, которые находятся в городе Алматы и Нуршултан. Все они у нас сейчас находятся под медицинским наблюдением в условиях карантина в медицинских организациях и на домашнем карантине. Сколько их? Их сейчас 152 человека, из них 20 человек в условиях домашнего карантина. Их содержание контролируется? Естественно. Два раза в день медицинские работники путем обзвона и посещения контролируют ежедневно их состояние. Более того, каждый из них ознакомлен об условиях пребывания в условиях домашнего карантина. Есть требования определенные, есть определенные обязательства как со стороны медицинского работника, так и со стороны человека, который находится не у одного из них. На данный момент все лабораторные тесты отрицательные. Потом у каждого из них вместе с инструкцией взято под роспись уведомление о том, что если они будут нарушать условия карантина, то будут привлекаться либо к административной, либо к уголовной ответственности. Поэтому везде сейчас, вы видите же, и в соцсетях, и по телевидению, и генеральный прокурор, кстати, сегодня выступил, они здесь озвучиваются и то, что и фейковая информация, если будет распространяться за нее, предусмотрено наказание. Давайте мы об этом чуть позже поговорим. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Можете задавать, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я звоню из Восточного Казахстана. Говорите. Мы вас слушаем. У меня большое опыт для течения вирусных инфекций у животных, вирусных пневмоний особенно. Мною успешно пролечено большое количество животных в свое время. У меня 42-летний стаж, я ветеринарный врач, лучший эквалифрации. Я лечу вот такие изменения, вот, какие происходят при коронавирусных пневмонии у людей. Я сопоставляю, анализирую это, при птичьем, при свином, по всему миру уже, с медицинскими новостями. Угу. Есть препараты специальные, которые защищают вот легкие, легкие от вирусных воздействий вируса, от скопления вируса, от патологических изменений. Угу. Мы все время работали, сейчас таких препаратов нет. Я писал в ВОЗ в свое время, уже 15 лет вы нашли эту идею. Никто меня не слушает, никто не хочет, видимо, вот. Угу. Вы что хотите от нашего гостя? Да, я могу помочь людям, но никак не могу, не имею возможности. Угу. Спасибо большое. Спасибо. На прием, спасибо. Если есть такие люди, куда их надо направить, у которых есть уже проверенные какие-то методы лечения? Во-первых, если касается вопрос коронавируса, у нас по республике, как вы все знаете, 14.06, колл-центр работает круглосуточно. По любому вопросу туда можно обратиться. Либо по месту жительства, либо в облздравотдел, либо в департамент контроля качества товаров и услуг. По любому из вопросов. Сейчас мы из выступления, ну, ветврач чуть не поняли суть его вопроса, но... Но он вроде бы как знает метод. Да, он вроде бы, да, говорит, методы лечения, ну, на животных, они отличаются от методов лечения, которые применяются к людям. Поэтому, если он конкретно хочет какой-то ответ, то он, если определит свой вопрос, поэтому мы ему постараемся. Можно письменно обратиться, мы ему ответим. Ну, он из Восточно-Казахстанской области, поэтому у вас тоже есть такие службы, куда можно обратиться и предоставить все свои документы, чтобы как-то узаконить. У меня очень много вопросов, но я хочу задать самые волнующие вопросы наших телезрителей, жителей Алматинской области, которые поступают ежедневно нам, они и звонят, и отправляют по соцсетям. Первый вопрос, это вот как провериться, куда пойти, где есть центр, куда можно пойти просто человеку, который волнуется о своем здоровье, вдруг откуда-то приехал, возможно, просто переживает за свое здоровье, пойти просто провериться. Не только в Талдыкургане, но и в Алматинской области в целом. Ну, во-первых, я хочу сказать, что тест на коронавирус проводят здесь, в Талдыкургане, в центре санэпидэкспертизы, филиале национального центра санэпидэкспертизы. Здесь мы берем маски из зева, из носа и кровь только у людей по эпидемиологическим показаниям. Либо у людей, у которых есть или была, или предполагается связь с человеком, у которого, возможно, был коронавирус подтверденный. Любым другим людям для, ну, скажем так, просто так, нет необходимости сдавать на этот тест. Если у вас есть какие-то признаки заболевания или простуды, например, кашель, повышение температуры, потливость, ну, все мы знаем, да, эти признаки острых вирусных инфекций, либо гриппоподобных заболеваний, то нужно обратиться в медицинскую организацию, либо к врачу. Врач уже сам назначит при необходимости проведение этих лабораторных исследований. При первых же признаках можно обратиться... Нужно обратиться к врачу, в медицинскую организацию. По месту жительства можно будет обратиться, поскольку нам звонили, спрашивали, если я нахожусь там в селе, куда мне бежать и где проверяться. Лучше по месту жительства? По месту жительства, конечно. Вот здесь вопрос, скажите, все врачи готовы по области? Все медицинские работники, ну, в Китае, как мы знаем, это уже с конца декабря прошлого года уже начался подъем заболеваемости. Поэтому с этого времени Министерство здравоохранения и во всей республике проводятся обучающие семинары, тренировочные занятия. Вы знаете, и в Талдыкургане это было проведено с введением условного больного. Для того, чтобы отработать навыки медработников и всех заинтересованных в службе ведомств при отработке и взаимодействии при такой ситуации. Поэтому учимся у них. Есть вопрос, телезритель до нас дозвонился, давайте послушаем, говорите. Продолжение следует... 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 Это самый легкий способ и очень выгодный. Это самый легкий метод. Мы с вами все это делаем. Но задает еще вопрос, что продавать маски должны только в аптеках или по интернету можно реализовать? Или нет никакой разницы? Ну, видите, производитель, если в аптеках, то там любое производство в соответствии с документами какими-то, это медицинское назначение маски, изделия медицинского назначения. Поэтому они продаются в аптеках. Ну, а индивидуальные эти маски каждый человек, как я только что сказал, может для себя изготовить и использовать. Но наверняка уже скоро не будет проблем с масками. Да, этот вопрос на всех уровнях власти решается и он решится. Просто на вопросе маски не надо создавать ажиотаж и накалять обстановку. Просьба ко всем людям, ко всем нашим жителям нужно спокойствие соблюдать. Во-первых, это не смертельный вирус. Он излечивается 100%. Да, он новый вирус сейчас, поэтому идет большое распространение. Но от него погибает малый процент людей, нежели чем от других заболеваний, такие же, как и грипп, туберкулез, СПИД, онкозаболевания. Поэтому, видите, у нас сейчас соцсети есть, еще другое. Информация быстро распространяется. Да, быстро распространяется. И иногда люди, скажем так, идут на поводу недостоверной информации. Просим слушать и брать информацию только с достоверных источников. Это Министерство здравоохранения и Акиматы уровней. Да, фейковых тоже информации было много, но сказано, что они будут наказываться. Вот здесь вопрос нашего телезрителя, который говорит, в отличие от гриппа, у переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет. Так ли это? Скажу так, иммунитет будет выработан, но он недолгий. У нас и от гриппа иммунитет вырабатывается, но он непродолжительный. Потому что, во-первых, это связано с тем, что есть много типов у любого вируса. Это всем известно. Также и у гриппа есть подтипы А, Б, С и разные. Так и у коронавируса. Этот коронавирус нам неизвестен. Он давным-давно известен. Сейчас, который бушует, это новый тип. Поэтому во всем мире пока нету вакцины, но все ученые всего мира работают над этим. Там определенные свои трудности есть. Но есть лекарственные препараты, которые справляются очень хорошо с этим вирусом. Вот здесь тоже это вопрос телезрителей. Они говорят, ну раз не знают, какой это вирус, он новый. Как будут их лечить при выявлении? Их и лечат, и будут лечить как от острых респираторных заболеваний. Здесь сложность заключается лишь в том, что развивается пневмония в ближайшие дни. Поэтому все лечение зависит от симптомов, какие проявляются, от клинических проявлений больного. У всех они разные. А стандарты лечения и подготовленность, и обученность медработников, это все есть. Все готовы, можете сказать. Вот скажите, насколько защищен медперсонал, вот именно учреждения нашей области? Вы говорили, что они проучились и так далее. Но вот средства защиты, нам, простым людям, масок просто не хватает. Вот обеспечены ли они всем необходимы? Правильно, да. Медицинский персонал обучен. Во-первых, здесь нужно соблюдать правила биологической безопасности, с которыми проинструктированы медицинские работники. Они соблюдают санитарно-дезинфекционный режим, как в медицинских учреждениях, так и при работе с пациентами на вызов, либо амбулаторный. Скажите, вот прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае. Вот в связи с этим мониторинг заболеваемости вирусом в регионе ведется? Да. Мониторинг заболеваемости начат с первого дня, как только ВОЗ объявила об регистрации заболевания в Китайской Народной Республике. Мониторинг включает в себя всех людей, пересекающих границу. С первых дней усиленный мониторинг идет наша область, как вы знаете, самая продолжительная граница с Китаем. У нас есть в трех районах шесть автопереходов. Ежедневно идет мониторинг лиц пересекающих. Потом идет мониторинг всех тех лиц, которые прилетают воздушным транспортом. Сейчас самое главное правительство, в чем сложно сейчас обстоит, все граждане, которые покинули территорию нашей республики, они вправе вернуться назад домой на родину. Поэтому каждого человека отрабатываем от входа в аэропорт до пункта его пребывания. Скажите, какой прогноз у вас, контролирующего органа, просочится ли вирус в Талдыкурган, в Алматинской области? Мы гранючим с Алматой. Такая возможность всегда стоит, всегда существует. Все мы понимаем же, только что я сказал, в 130 странах мира это заболевание зафиксировано. В том числе и вот граничащие город Алмата и город Нур-Султан. При нынешней миграции населения, это связано и с работой, и с бизнесом, и с путешествиями. Поэтому риск каждый день есть. Возможность завоза, она стоит всегда. Поэтому мы должны настороже быть каждый день, каждую минуту. Все медицинские работники, все работники санитарно-эпидемиологической службы переведены в круглосуточный режим работы. После два месяца идет подготовка и работа в этом направлении. И здесь вот уже конец нашей программы, но ваши пожелания нашим телезрителям, которые смотрят нас? Пожелания. Эта инфекция, она победима. Эта инфекция, она не так страшна, она не смертельна. Нужно соблюдать спокойствие. Выполнять все рекомендации медработников. Этих рекомендаций сейчас и в газете, и в телевидении, и в соцсетях очень много. Не надо слушать фейковые информации, смотреть. Не нужно ажиотаж. Лучше всего в этот период времени соблюдать условия домашнего карантина. Это ограничьтесь. Не нужно выходить из дома лишний раз. Сейчас, как вы знаете, многие организации переведены на онлайн работу. Многие школы, вузы, СУЗы, они все на онлайн перешли. Все общественные места закрыты. Работают только продовольственные и вещевые рынки с 11 до 18. Поэтому берегите здоровье. Берегите себя, будьте здоровы. И соблюдайте элементарные правила гигиены. Это мыть руки тщательно с мылом, не прикасайтесь руками лишний раз к лицу. И почаще проводите уборку влажную дома. Проветривайте дома свои. Иммунитет свой закрепляйте. Такие рекомендации. Спасибо большое. Дорогие телезрители, берегите себя и свое здоровье. Каждый день в этой студии в 16.00 будут приходить гости и отвечать на все ваши вопросы. Поэтому до встречи. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова